Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Нина Павловна Чуприкова, заместитель главного врача по детству Одинцовской областной больницы. Здравствуйте, Нина Павловна! Тема нашей сегодняшней программы – вакцинация детского населения. Как проходит эта кампания в этом году? Вакцинацию мы начали с середины, возобновили ее с середины июля. До этого был объявлен карантин, и детей мы не прививали. И с 15 июля Минздрава Московской области, программа эта опять была запущена, и мы начали вакцинировать детей согласно национальному календарю. Мы стараемся сейчас наверстать то время, когда детки были у нас не вакцинированы. Поэтому Минздравом Московской области, иммунологами, инфекционистами разработаны схемы, по которым можно совмещать те или иные вакцины. И детки, те, которые пропустили вакцинацию в то время, когда мы их не вакцинировали, то есть мы стараемся это все наверстать. В сентябре мы начали вакцинировать детей от гриппа. Эта программа еще продолжается. Мы надеемся на то, что мы закончим ее к 1 декабря. В этом году, если в прошлом году мы вакцинировали очень хорошо, в этом году желающих провакцинировать детей грипполом или совигриппом, их значительно больше. То есть у нас практически все классы, детские сады, дети вакцинируются, и родители охотно дают согласие на данную вакцину. То есть нет такого бума, что многие родители пишут отказ от вакцинации, от гриппа. То есть все-таки все понимают ответственность и важность этого события. Да, у нас в этом году мы предлагаем также вместе с вакциной от гриппа для детей, часто болеющих, для детей, которые имеют какие-либо хронические заболевания, совместно с этим привиться привинаром. Это вакцина, которая у нас идет от 13 бактерий, коковых бактерий. И совмещая эти вакцины, в принципе, мы думаем о том, что дети у нас будут меньше болеть. Все-таки привинар – это ежегодная вакцина, либо она делается один раз? Она входит в национальный календарь прививок. Те детки, которые маленькие, мы их вакцинируем трехкратно. Те дети, которые у нас уже старше двух лет, мы делаем эту вакцину однократно и затем повторяем, если это необходимо, через пять лет. Если говорить о гриппе и вирусных заболеваниях, вот как сегодня обстоит ситуация? Вы знаете, в связи с данной инфекцией, которая сейчас, пандемия, ковид, дети, конечно, болеют значительно реже. Они, скорее всего, являются переносчиками этой инфекции. Мы сейчас, высаживая те или иные классы или группы в детских садах, обязательно проводим диагностику. На карантин, да? На карантин, да. Мы обязательно на 10-12 день проверяем о том, болеют ли дети ковидом. То дети, как правило, носителями этой инфекции уже на 14 день они не являются. Но если мы проверяем у детей напряженность иммунитета, то есть даем ИФА-анализы и определяем иммуноглобулины М и Г, то очень у многих детей иммуноглобулины Г, конечно же, повышены. Это говорит о том, что дети переносят эту инфекцию бессимптомно, либо же переносят ее в более легкой форме. Сейчас, как таковой вспышки вирусной инфекции нет на данный момент. То есть дети болеют обычными какими-то простудными заболеваниями. То есть сезонами, которые были ежегодно, именно для этого проводится ежегодно вакцинация против гриба, которая помогает защитить организм, быть более устойчивым. А если он и заболеет, то с минимальными осложнениями для ребенка. Да, у нас на сегодняшний день в детском отделении, вот в нашем Одинцовском, педиатрическом, пневмонии из детей, пневмонии всего лишь 4. То есть это говорит о том, что никакой вспышки, никакого какого-либо серьезного заболевания, вспышки заболеваемости, тех же пневмонии или тех же осложненных вирусных заболеваний у нас нет. И это как раз... Ну опять же, и, наверное, меры, которые принимаются, это вывод классов или группы детских санкций на карантин. Соответственно, он гасит весь этот процесс. Конечно. На сегодняшний момент сколько уже привилось против гриппа? Детского населения. Вы знаете, ну если мы говорим, у нас детей около 70 тысяч в нашем Одинцовском городском округе, то практически 40, мы не говорим, 40 детей организованного коллектива, да, вот из 40 тысяч этих детей, но где-то порядка 30 тысяч этих детей уже привито. То есть цифры внушительные. Внушительные. У нас в этом году как никогда. Мы, вот, и когда у нас по той или иной причине, да, вот у нас заканчивается эта вакцина, да, у нас телефоны горячих линий, их обзванивают родители, они просят о том, чтобы спрашивают, когда эта вакцина поступит, чтобы детей прививать дальше. Чем прививают в этом году и насколько действительно эффективны эти вакцины? Вы знаете, первая партия у нас была гриппола с авигриппом, сейчас мы прививаем с авигриппом, и вакцина эта хорошая, мы не видели ни у кого каких-либо побочных действий, и детки переносят эту вакцину хорошо, ну и то, что сейчас нет всплеска каких-либо заболеваний, да, вот, это как раз-то говорит о том, что иммунитет уже выработался, потому что основную массу детей мы, конечно, привили в сентябре, да, вот в сентябре, октябрь, сейчас мы уже допрививаем тех деток, которые по той или иной причине были непривиты, и поэтому вот я считаю, что вакцина дает свое положительное действие. Нина Павловна, как правильно подготовиться к вакцинации против гриппа? Ну, во-первых, в семье должны быть все здоровы, и желательно, чтобы вся семья, если нет никаких побочных действий, привилась вся, то есть и папа, и мама, и ребенок обязательно. Перед тем, как вы должны сделать вакцину, обязательно должна быть термометрия, то есть мы в течение хотя бы трех дней должны мерить температуру и знать, что у ребенка никаких скрытых инфекций, опять же, если мы думаем о ковид, потому что он может протекать бессимптомно у того же ребенка, да, либо же с какой-либо повышением температуры 37-37,2, да, которую, как правило, мы ее даже не чувствуем, то есть термометрия обязательно, и если ребенок аллергик, либо же у ребенка какие-то были поствакцинальные, посталлергические осложнения на ту или иную вакцину, необходимо подавать антигистаминный препарат, зертэкзоток, опять же, за три дня до прививки и три дня после прививки. В день инъекции желательно место инъекции не мочить, и все, и все будет нормально. Где сейчас можно привить ребенка против гриппа, если еще этого не сделали в детском саду или школе, по тем или иным причинам? Вакцинация идет во всех детских садах и школах, во всех медицинских кабинетах. Для этого необходимо, если кто-либо не привился, обратиться в медицинский кабинет, либо же к воспитателю, к заведующей детского сада, либо же к классному руководителю в школе, вакцинация проводится и во всех процедурных кабинетах, кабинетах иммунодиагностики, во всех поликлиниках. Сколько быстрый этот процесс с момента обращения родителя и до получения вакцины? Если ребенок здоров, опять же, если они сделали все правильно, мерили температуру, то есть они уверены о том, что не болеют никто из взрослых членов семьи, то при обращении в поликлинику, вы можете, этот ребенок привиться в этот же день. Поликлиника работает, мы с 8 до 8, мы прививаем всех детей, и поэтому, если они к нам обратятся, эту вакцину мы сделаем. Так же и в детских садах и школах. Но обязательно нужно написать информированное согласие, и это мы говорим с вами про детские сады и школы. И с информированным согласием о том, что родители предупреждены, о том, что они знают, что их ребенок будет вакцинирован, обратиться в медицинский кабинет, и медработник скажет, когда эта вакцина будет ему сделана. Нина Павловна, ну и как подготовить наш иммунитет к зимнему периоду? Никто не отменял у нас с вами витамины, никто не отменял у нас с вами прогулки на свежем воздухе, никто не отменял у нас с вами позитивное настроение, но пить какие-либо препараты, которые обладают иммуномодулирующим действием, иммуностимулирующим действием, это, конечно, не надо. То есть это все... Должен быть естественный иммунитет. Конечно. Мы должны настроиться позитивно, мы должны сделать прививку от гриппа. Если нам посоветовал это доктор, и ребенку нет противопоказаний для этой вакцинации, ребенок должен обязательно принимать поливитамины, ребенок должен обязательно принимать витамин Д3, и, соответственно, гулять. То есть ребенок, даже если вот мы сейчас высаживаем те же классы, и они у нас все находятся дома, это не говорит о том, что ребенок не должен выходить на улицу. Вот сейчас как раз то время, когда необходимо выходить на улицу и гулять. То есть прогулки на свежем воздухе, витамины, сбалансированное питание. Если все будут соблюдать эти нехитрые правила, а еще вакцинироваться вовремя против гриппа, то все будет у нас хорошо. Обязательно. Спасибо, Нина Павловна. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok